Девушки отдыхают Саратова о демонтаже наших рекламных щитов. Рекламные щиты были разработаны нашими дизайнерами в связи с постановлением правительства от 26 марта о закрытии ресторанных комплексов на общественное посещение. Разработав щиты, мы пытались привлечь и перейти с нулевой базы на сохранение бизнеса и освоение его на режиме доставки. 26 июня к нам пришли сотрудники администрации с постановлением, что мы нарушаем облик города Саратова и просили демонтировать нас данные щиты. Первое нарушение, которое мы заметили после подписания этих протоколов, в том, что было выписано не на то юридическое лицо, на него компаньонса компаньонс-сервис. Второй момент. Когда наш юрист подключился к решению вопроса о согласовании рекламных щитов, администрация не отреагировала изначально. Документы о обращении в администрацию на имя Исаева не предоставила входящий номер документа. Впоследствии что отказали вообще, что у нас какие-то происходили от ООО компаньонса обращения в адрес администрации. После всех взаимодействий сегодня у нас 5 августа приехала администрация с демонтажной группой и собирается демонтировать наши рекламные щиты. Федеральная власть всячески поддерживает нас в том, чтобы мы сохранили рабочие места. Сейчас точный критерий вам дам, это порядка 54 человек. На момент периода пандемии, это 4-5 месяцев, мы сохранили 40 человек из 54. То есть это минимальная 10-5% потери людей. У нас зарплата вся белая в компании. Благодарны федеральному бюджету, что они поддержат. Но местная власть не идет к нам навстречу и отписывается тем, что мы не обращаемся к администрациям. А если сроки согласования нам ставят, это месяц на согласование и 3 месяца на утверждение проекта, то в принципе очень убыточно. Ресторан, который здесь в брендовом отеле должен был открыться, он должен был открыться 1 июня. По факту из-за пандемии всех ограничений мы не смогли запустить ресторан, где позволил еще бы нарастить порядка 40 рабочих единиц. На данный момент постоянное незаимодействие с нашей местной властью, которая не хочет слышать нас, которая не идет навстречу. Они могут показать нас правонарушение приехать и просто демонтировать, забраться своими властными рычагами. Это просто беспредел. Это сотрудники занимаются самоуправлением. Вы сотрудники, вы вводы, в дружище. Как такое вообще может быть? Почему-то препятствует себе налога с воздействием? А вы можете предоставить документы, кому принадлежит организация? А, вам правоустанавливают? Да, нет, тому принадлежит данная конструкция. На каком отеле? Ну, сейчас у меня копий нету, я могу вам предоставить. Предоставим, конечно. Я бы хотел увидеть это сейчас. То есть, если вы заявляете, что данная конструкция принадлежит другой организации, вот документы, либо письменное заявление вы доведете, Тогда, пожалуйста, будем разбираться там. Вас устроит акт выполненных работ и счет оплачения, сколько баннеров устроено? Давайте, мне нужно видеть, кому принадлежит данная конструкция. Собственник данной конструкции, изготовление кругового баннера. Видите? Собственник. ООО компонент сервиса. Сейчас можно рассмотреть. Вот. На всякий случай. Я генеральный директор. Вы генеральный директор. Захарин. Нет, компонент сервиса я генеральный директор. Спаривают, пускай в описании. То есть, владелец данной конструкции компонент сервис. Да, не компонент сервис. Не компонент, а компонент сервис. Еще раз говорю, мы как бизнес, плачем налоги в сервисе, в котором вы получаете заработку вкладку. Да что вы говорите? Кура, которая должна помогать. Вы не помогаете. Вы не отшиваете. Федеральное правительство помогает. У нас Евгения, как юрист, первый раз толкнулась с администрацией. И возможно, у вас работают человеческие факторы. То есть, с документами мы сходили, а у нас просто мы должностные лица. Вы поймите, что мы должностные лица. У нас нет планетика. Понимаете? То есть, вы утверждаете, что вы сегодня передадите сведения о надлежащем собственнике данной конструкции. помещения. Я хотите, я вам провожу в подвал? Я вас понял. Пожалуйста, документы нужно передать Кирова, 29, комитет по архитектуре, либо в канцелярию, расположенную на третьем этаже, либо в управление по рекламе, четвертый этаж, комнаты 6 и 9. Я обязательно соберу, до 6.00 у вас будут документы. Вероятность того, что документы утеряны, либо в вашей службе, либо в нашей, есть. Я не отрицаю. Я не отрицаю. Вероятность, вернее не то, что вероятность, мы выписывали выкопировку, у вас официально ждали месяц. Это могут... Возможно, не у вас. Я не знаю. Для меня бы все администрации одно лицо. Понимаете, начиная от Исаева и заканчивая, уважаемые дамы. Логику объясните. Зачем нам заказывать документы, ждать месяц, а потом от вас что-то скрывать? Я официально сейчас говорю. Именно на эту тему срочно нужно писать заявление об уголовном преступлении в составе группы лиц, которые спрятали наши документы и препятствуют предпринимательской деятельности и выяснять отношения в суде. Естественно, я извиняюсь, уважаемые, вы будете главным фигурантом, вы не можете, потому что вы беременная. Потому что меня не было на рабочем месте. Да, конечно, вас не было. Поэтому обязательно, это моя просьба, руководству компании, юристам, напишите заявление и добейтесь полного продвижения данного вопроса. И особое еще заявление, пожалуйста, напишите. То есть, какая организация приехала в демонтаж? Они говорят, что они подрядчики. К сожалению, одеты они как очень странно, а оборудование привезли они явно какое-то странное то же самое. То есть, не представляются. То есть, это напоминает рейдерский захват имущества. Поэтому еще раз я хочу сказать, мы вот эти все вещи обязательно будем озвучивать и просили бы средствами массовой информации подключить к этому вопросу.